Четвертый регион Четвертый регион Привет всем, меня зовут Павел Балейшис и это Четвертый регион Сегодня прекрасный день для очередного мотопутешествия И я отправляюсь в поездку по Сморгонскому району Итак, отправляемся в путь Уверен, сегодня меня ждет прекрасная поездка Я намерен проехать не одну сотню километров Любуюсь красотами Сморгонского района Дорога мне знакома, ведь по ней я ездил не раз Но от этого она не менее интересна В прошлом мотосезоне я успел посетить усадьбу Франтишка Богушевича в Кушлянах И усадьбу Михаила Клеофаса Агинского в Залесе И вот спустя год возвращаюсь на Сморгонщину Чтобы осмотреть другие достопримечательности Этого живописного уголка четвертого региона Сегодня первую остановку сделаю В деревне Чухны, которая находится в нескольких километрах от агрогородка Крева К сожалению, знаменитый замок полуразрушен А вот в соседней деревушке Копия первого каменного оборонительного сооружения на территории ВКЛ Воссоздается благодаря энтузиазму Семьи художников Сергея и Марины Бондаренко Слава об их детище разлетелось по всей Беларуси И к ним нередко заезжают любознательные путешественники и журналисты Сегодня уникальную копию исторического памятника Надеюсь, увидите я Четвертый регион Сергей и Марина Бондаренко несколько лет назад уехали с Маргони Сменив городскую квартиру на сельский быт Две дочери, которые пошли по стопам родителей, уже взрослые и самостоятельные Поэтому в городе пару ничто уже не держало Супруги купили дом и занялись ремесленничеством и домашним хозяйством Сегодня дом семьи Бондаренко – это уютный, креативный и живописный островок В котором всегда будут рады не только творческим людям, но и проезжающим мимо туристам Во многих странах мира можно наблюдать миниатюрные копии самых известных достопримечательностей Одна из таких находится прямо на приусадебном участке художника Сергея Бондаренко Это Кревский замок Высота мини-крепости более трех метров Основа замка сделана из бетона А главная башня отделана миниатюрными кирпичиками Размер которых не превышает нескольких сантиметров И которые Сергей изготавливает из глины с помощью специальной формы На каждую стену понадобилась их не одна в тысячу Здесь вот на этой стенке видна кладка Как раз соответствующая той же кладке, что и в замке В замке Крева Это настоящий мой один десяти Характеризуется тем, что один тычок, два кирпича Это начало четырнадцатого, ну вообще четырнадцатый век Средневековье, ренессанс И вообще кирпич для нас это сейчас красивее Красиво, что-то не штукатурено А на самом деле это была в те времена функциональная вещь Потому что когда катапульта бросала бы, допустим, большой какой-то камень Попадая в камень, она могла его выбить И даже с той стороны А попадая в кирпич, она просто движение смягчала И кирпич обсыпался В одной из башен в Мурово насколки настоящих кирпичей из руин в Крева Крыша оформлена самодельной глиняной черепицей В планах мастера воспроизвести ансамбль целиком С башнями, рвом с водой и крепостными стенами Будущая постройка займет площадь около 80 квадратных метров И даст полное представление об аутентичной архитектуре периода ВКЛ Хотя, как признается Сергей, еще пару лет назад О таком масштабном строительстве у него даже не было мысли После прогулки у замка Хозяин пригласил меня в Святая Святых В свою мастерскую Здесь особая атмосфера Ощутить которую можно только там, где работают творческие люди А кроме замка мы еще занимаемся керамикой, сувенирами Чем и зарабатываем на строительстве нашего замка Допустим, мои работы там связаны больше с тематикой замка, чтобы было какое-то сувенирное Я вспомнил годы, когда сам занимался керамикой, но брать мастер-класс у Сергея Бондаренко не стал Так как мне нужно отправляться в дорогу, ведь путешествия продолжаются Четвертый регион Следующую остановку сделаю в Крево Этот населенный пункт впервые упоминается в немецких хрониках XIII века На рубеже XIII и XIV веков Великим князем литовским Гедемином В Крево был воздвигнут знаменитый замок Позже Эгайл основал в Крево один из первых католических приходов В Великом княжестве литовском В результате третьего раздела Речи Посполитой Населенный пункт Крево оказался в составе Российской империи Позже перешел к Срединной Литве Затем к Польше А в 1939 году вошел в состав БССР Четвертый регион Замок в плане неправильный четырехугольник Обнесенный каменными стенами По углам он имел две башни Княжеская башня выступала за периметр оборонительных стен В ней не менее четырех этажей И подвал, в котором находилась тюрьма По диагонали от нее изнутри замка была пристроена малая башня Въездные ворота располагались в юго-восточной стороне На замковом дворе размещались кузница и жилые постройки Был здесь и пруд Во время Первой мировой войны через Крево проходила линия фронта И замок оказался под оккупацией немцев Таким образом он был очень разрушен Сегодня замок в Крево восстанавливают Что несомненно привлекает внимание туристов и путешественников И возможно в будущем о разрушениях крепости и боях в этом месте будут напоминать вот такие сувениры Которые изготавливают художники Марина и Сергей Бондаренко Их можно приобрести у стен оборонительного сооружения В основном сейчас больше стал развиваться семейный туризм Приезжают на машинах люди с семьями В общем, жена, муж и дети И показывают исторические эти места Интересуются, что здесь находится Как это все было, как это все происходило В общем, занимаются этой историей самостоятельно Также потом у них уже разработаны маршруты Они по этим маршрутам ездят по Виленскому краю И смотрят все те места, где какие-то достопримечательности Ну а так у нас тут Ну бывают иногда автобусы В основном автобусы у нас больше литовские приезжают Это уже, как говорится, постоянно Два автобуса в субботу, два автобуса в воскресенье Иногда бывают польские Наши тоже бывают, ну, реже Надеюсь, что белорусских туристов в этих краях все же будет больше И на память о своем путешествии Каждый из них приобретет сувенир, изготовленный Мариной и Сергеем Я же держу курс в сторону Сморгони Ехать до Сморгони около получаса Но и за это время я смогу насладиться шикарной поездкой и летним деньком Первое письменное упоминание о городе связано с именем Юрия Зиновича С начала 16 века, который сделал Сморгонь своей главной резиденцией В 17 веке этот населенный пункт перешел к Радивиллам Основавшим здесь Сморгонскую медвежью академию Они, в отличие от прежних хозяев, часто сдавали свое владение в аренду В период их правления Сморгонь перенесла несколько вражеских нашествий К концу правления Радивиллов местечко продолжало оставаться небольшим Застроенным деревянными домами В нем были два костела, церковь и синагога Два раза в неделю в Сморгоне проводились торги А три раза в год – большие ярмарки Во время войны 1812 года при отступлении французов Здесь побывал Наполеон Бонапарт Который передал свое командование войскам маршалу Мюрату А сам отбыл в Париж В конце 19 века Сморгонь – это уже крупный центр кожевенной и обувной промышленности Во время Первой мировой войны город был полностью разрушен Четвертый регион Своё знакомство со Сморгонью начну с прогулки по городскому парку Сегодня здесь немало людей Через дорогу возвышается Спасо-Приображенская церковь А в парке можно увидеть необычные скульптуры с камней Они появились здесь не так давно Во время пленэра молодых скульпторов Художники в течение месяца творили на открытом воздухе Подчиняя себе такой сложный природный материал, как камень И пусть некоторые из вояний довольно абстрактны Они органично вписываются в городскую среду В центральном парке Сморгоне также установлен памятник Выдающемуся белорусскому поэту Франтишку Богушевичу И это не просто так Долгие годы белорусский поэт жил и работал на Сморгонщине До наших дней сохранилась его фамильная усадьба в агрогородке Кушляны Где сейчас расположен музей, посвященный жизни и творчеству нашего земляка Герб Сморгоне носит изображение медведя И это непростая случайность Дело в том, что 17 по 19 век в этом городе существовала медвежья аркадемия Которую организовали ради виллы И в ней учились самые настоящие медведи, которых привозили из местных лесов Медведи в Сморгоне дрессировали для различных потех Четырехлапые ученики могли проделывать сложные трюки Кланяться, танцевать, маршировать, смотреться в зеркало Дрессированных сморгонских мишек можно было встретить на многих ярмарках Европы Если вам кажется, что на этом косолапые перестанут вас преследовать То вы сильно ошибаетесь Медведи здесь встречаются в разных уголках Сморгоне Конечно же, сегодня их здесь не тренируют Окончательно академия перестала существовать в 1870 году Но вот в камне ее воспели в 2013 Академия находилась на месте сегодняшней районной больницы Там были глубокие ямы с хворостом, на которых стояли клетки с медным дном Когда хворост поджигали, дно нагревалось И медведи от жары били в лапы и начинали танцевать В это время дрессировщики стучали в бубен Еще один интересный факт из истории города Это местные баранки, которые так славятся среди туристов Говорят, что именно Сморгонь является их родиной Правда, это или вымысел, неизвестно Но вот местное мороженое действительно настоящее лакомство Кстати, здесь также изображен медведь Я направляюсь на экскурсию по самой главной достопримечательности Сморгони По костелу святого Михаила Архангела Построен он, предположительно, в начале 17 века На средство Криштофа Зиновича, как кальвинистский сбор Позже храм был передан католикам После поражения восстания 1863-64 годов Костел закрыли российские власти и сделали из него православную церковь В годы Первой мировой войны храм был сильно поврежден и разрушен В 20-е годы 20 века его вернули католикам Но уже в советское время закрыли и использовали как склад и магазин И только в 1990 году костел снова начал работать Памятники эпохи Ренессанса в нашей стране можно пересчитать на пальцах Костел в Сморгоне один из самых красивых Храм был построен в соответствии со скромными требованиями кальвинистского богослужения Без выделения алтарной части Здание отличается суровой простотой и монолитностью Его стены достигают в толщину 3 метров Окна высоко подняты над землей Что сразу придает постройке нарочито воинственный вид Единственный вход в храм находится под охраной массивной башни-звонницы Первоначальной четырехъярусной Ее ярусы соединялись с винтовой лестницей Упрятанной в круглой башенке рядом со звонницей При перестройке костела по церковь в 19 веке Башня уменьшилась на два этажа Снаружи храм имеет углы А изнутри он кажется круглым В нем нет опорных столбов, поэтому там очень много света и простора В 1995 году католическое общение было передано Расположенное рядом с костелом трехэтажное строение В котором долгое время находился районный дом культуры В нем разместился христианский образовательный центр имени Иоанна Боска При костеле святого Михаила Архангела Четвертый регион Я здорово провел время в Сморгоне Многое увидел, отведал знаменитое мороженое И снова отправляюсь в путь Мне нужно еще так много увидеть Держу курс в сторону агрогородка Жодишки Впервые этот населенный пункт упоминается в письменных источниках 1511 года, как местечко, основанное Мордосом Мешковичем В этом же году Жодишкам были дарованы права на торги, корчмы и ярмарки Со второй половины 17 века Жодишки стали принадлежать Мицкевичам Барбара Мицкевич основала здесь иезуитский монастырь и коллегиум И передала им свое имение В 1774 году Станислав Август Понятовский даровал поселению Магдебурское право После третьего раздела Речи Посполитой Жодишки отошли к Российской империи Во время Первой и Второй мировых войн местечко было оккупировано немецкими войсками Четвертый регион Основная достопримечательность в Жодишках – Троицкий костел Католический приход здесь основан в 1567 году Владельцы поселка Остяковичи выстроили деревянную святыню В начале 17 века на ее месте был возведен кальвинистский сбор Который в начале 18 столетия стал католическим приходским костелом Святой Троицы Однонефтный прямоугольный в плане храм без апсиды был видоизменен в начале 19 века По бокам к зданию пристроили две прямоугольные каплицы апсиду и сокрестии Таким образом в плане получилось здание в форме равностороннего креста Здание костела было сильно разрушено в годы Первой мировой войны Так как здесь проходила линия фронта Восстановленный храм выглядит довольно скромно Внешняя отделка лишена каких-либо изысков Фасады оштукатурены и выкрашены Двускатная крыша накрыта металлочерепицей Но именно своей сдержанностью и простотой меня привлекает этот костел Что отметно, тут можно увидеть росписы Петра Сергеевича Белорусского, позднее уже признанного белорусского ведомого мастака Який расписывал этот костел И так само в бочных навыках можем увидеть иронный образ на Маливаны Бура на море и так само фрески Адметная риса, так скажем, того, что писал Петр Сергеевич И он представлял фрагменты фитого писания А на их твары, людей, якие там намаливанные И он брал с местцов и шифаров Вот так, как я сегодня только приехал Некоторые повидали, что вот тут мой дядуля намаливанный Тут моя бабуля намаливанная Таким чином, и он брал якийси фрагменты этого писания А людей представлял ты, яких он бачил тут на улицах этого местечка Несмотря на свою внутреннюю скромность Внутри храм очень уютный и красивый И помимо росписи в нем находятся и святые образы Отдельного внимания заслуживает и старинный орган Который появился в костеле в Жодишках в 1727 году Он до сих пор действующий Для укрепления католической веры Папа Римский учредил орден иезуитов И они здесь, в Жодишках, построили свой коллегиум Где можно было совершенно бесплатно получить образование Двухэтажное усадебное здание находится недалеко от костела Монахи здесь преподавали бесплатно И посещать коллегиум могли не только дети католиков Но и православных верующих Они изучали риторику, философию, немецкие и французские языки И другие элементарные науки Также иезуиты практиковали как врачи В 18 веке Жодишки получают магдебургское право Что повлияло на развитие торговли и ремесел Таких как пивоварение И в 19 веке здесь построен был и свой бровар Бровар до наших дней не потерял своей привлекательности Хотя в советские времена был и рестораном И политуправлением, и отелем Сегодня внутри гуляет ветер И налицо отголоски прошлых лет В Жодишках есть еще одна достопримечательность Водяная мельница Небольшое прямоугольное здание с каменным основанием Стоит в низине, недалеко от здания коллегиума Первые данные в водяной мельнице появились только в 1871 году И кто был первым владельцем, неизвестно В 1995 году эту мельницу выкупил у местного колхоза Францжилка для сохранения историко-культурного наследия На момент начала ремонта от бывшего здания Остался только каменный фундамент и старый деревянный сруб Сохранилась большая часть перекрытий и кое-где стропила с деревянными гвоздями О турбине позаботились отдельно Ее воссоздали по образцу предшественницы Произведенной в 1890 году в Петербурге И найденной в реке в Новогрудском районе По ее принципу были сделаны чертежи и муляж По этим чертежам изготовили новую деревянную И она исправно работает уже много лет На этом моя поездка по Сморгонскому району подходит к завершению Это был удивительный и приятный день Я буду удержать курс в лиду Всем пока, до новых приключений! Моя поездка по Сморгонскому району заканчивается Она, как и предыдущая, была удивительной И в очередной раз доказывает, что история Гродничины богатая И любой путешественник или турист Сможет найти для себя немало интересных исторических объектов Мне же нравится все, что я вижу во время своих странствий Поэтому с нетерпением жду новое мотопутешествие Путешествие по дорогам четвертого региона Четвертый регион